На утро Бравлер еле встал с кровати и совсем не был готов идти сражаться. Ему хотелось полежать дома и весь день смотреть телевизор. Но сегодня это сделать не получится, потому он вышел из дома и направился на бои. Вдруг из-за спины он услышал крик. Леон повернулся и увидел ниндзя. Бравлер спросил, кто он такой и как пробрался на арену. Мидас в ответ наврал ему и ответил, что он его безумный фанат, который обожает его и перешел своими глазами увидеть легендарного бойца. Он выразил большое желание обнять его и получить автограф. Леон не особо этого хотел, но фанатам он старается не отказывать. Боже мой, это тот случай, когда нельзя было соглашаться. Ниндзя подошел к нему и с ухмылкой на лице обнял Леона. Тот почувствовал, что что-то не так и оттолкнул его. Но уже было поздно. Ниндзя начал смеяться. А Леон в это время окаменел и стал золотой статуей. Все это издалека увидел Рико. Но он очень сильно испугался подойти помочь. Поэтому убежал оттуда. Ниндзя, взяв руки окаменевшего Леона, пошел к Адаму, дабы рассказать ему придуманную историю и стать новым легендарным бравлером. Глава арены находился в своем зале. Он раздумывал новые режимы, карты и многое другое. Как вдруг к нему заходит незнакомый человек с телом Леона в руках. Адам, не понимая ничего, спрашивает, что случилось. Ниндзя отвечает, что пришел на арену повидать Леона. Своего родственника, с которым они раньше вместе жили и учились в Академии Ниндзя. Но зайдя к нему домой, он увидел его окаменевшее тело. И быстро помчался сюда, чтобы сообщить все Адаму. Глава арены вообще не хотел верить в его рассказ. Потому что у Леона не было никаких других родственников, кроме бабушки. Человек, стоявший перед ним, никак не может быть связан с Леоном. Ниндзя сказал, что готов заменить место Леона. А фанатам сообщить, что он ушел на отставку. Дабы не вызвать лишнего шума. Все это смутило Адама. И в ярости он сказал ему, нет. Никто никогда не заменит Леона. А псевдородственник просто наглый врун. Кто ты такой на самом деле? Это ты сделал с Леоном? Признавайся! Ниндзя от слов Адама был в гневе. И не отвечая ничего, начал приближаться к нему. Не подходи ко мне! Он молча шел на него. Адом дрожал и не мог двинуться. Не даст затронуться до него. И тот моментально окаменел. Ниндзя был в ярости. Он столько готовился и мечтал стать Бравлером. Но раз ему не дали возможность стать частичкой Арены, то он сделает так, что ни одного живого Бравлера на земле не будет. И останутся лишь их золотые статуи.